Федеральная налоговая служба разрешила россиянам получать налоговый вычет на любые лекарства, включая и те, которые не входят в перечень, утвержденной правительством. Единственное условие – наличие рецепта от врача. Нововведения о налоговом вычете на лекарства позволяют воспользоваться одним из двух способов – подать декларацию 3НДФЛ вместе с рецептом, кассовым чеком, платежными поручениями или же в течение года у своего работодателя. В этом случае придется взять в налоговой инспекции уведомление о подтверждении права на вычет и предоставить его бухгалтеру. В Пермском крае наблюдается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. По данным Роспотребнадзора, уровень заболеваемости пока ниже эпидемического порога во всех возрастных группах. За последнюю неделю было зафиксировано более 10 тысяч случаев заболевания. Причиной болезни становятся аденовирусы, риновирусы, вирусы парагриппа и единичные вирусы гриппа. Этой зимой врачи ожидают появления новых штаммов свиного и гонконгского гриппа. Они отличаются от вирусов, вызывавших эпидемии в прошлые годы. Их штаммы включены в состав нынешних вакцин. В Пермском крае ожидаются морозы до минус 25 градусов. В первой половине января средняя температура воздуха в Прикамье оказалась выше нормы на 7-9 градусов. Об этом сообщают специалисты ГИС-центра Пагниу. Похожая погодная ситуация наблюдалась в 2007 году. Тогда первая половина января была теплее нормы на 10 градусов. По прогнозам синоптиков, в третьей декаде месяца ожидается неустойчивая погода с резкими колебаниями температуры от морозов минус 20-25 градусов до оттепелей с большим количеством осадков. Средняя температура воздуха по итогам месяца останется выше нормы. Прогнозируемая аномалия составит 3-5 градусов. Новости коротко подготовил Андрей Фадеев.